Так что можно начинать. Кто с нами еще не знаком, мы компания Z-Wave.me, занимаемся производством и дистрибьюцией систем на протоколе Z-Wave. Мы входим в Сколково, у нас там разрабатывается наша линейка контроллеров и программное обеспечение, а также некоторые исполнительные устройства. Мы на рынке с 2009 года, занимаемся популяризацией Z-Wave в России. И первым делом хотел бы рассказать про наш контроллер Raspberry 7 Pro, которые недавно появились на рынке. Это контроллер на 700-м чипе Z-Wave и у него программное обеспечение Z-Wave. Программное обеспечение Z-Wave, оно с очень хорошим функционалом, поддерживает практически любые Z-Wave производители в своей сети. Вы можете брать устройство хоть на российской частоте, хоть на европейской, хоть на американской. В контроллере есть возможность выбора частоты, на какой частоте он работает. У контроллера есть мобильное приложение, есть интеграция с Apple Chrome Kit, с Яндекс.Алисой, с Google Home, с Алекцией, с Марусей даже есть интеграция. И поскольку у контроллера открытая API, то интегрировать со сторонними системами умный дом не возникает сложности. Также можно, к примеру, Home Assistant поиспользовать. Ну, в принципе, Z-Wave – это мощный и гибкий контроллер. Он совместим с Linux, с Android и с Windows. То есть вы можете приобрести вот такую плату Raspberry, установить на Raspberry Pi или на Orange Pi. Ну, в принципе, почти на любой микрокомпьютер на Linux. И он его превращает в контроллер умного дома. Этот контроллер поддерживает функцию Smart Start. Все поддерживают шифрование Security 2, которое на сегодняшний день является одним из самых передовых технологий шифрования. То есть, к примеру, вот есть там умные замки, которые обеспечивают вход в вашу квартиру или дом. Вот. Их нужно обязательно добавлять с технологией такого шифрования, чтобы никто, никакое третье лицо не смогло получить доступ в ваше жилище. У наших контроллеров используется чип Z-Wave от Silicon Labs. И они очень надежные. У контроллера есть разные инструменты. Значит, контроллер может быть в четырех видах. Сейчас слайд. Значит, у нас есть вот эта вот плата. Это плата расширения на GPIO порты микрокомпьютера Raspberry Pi. Также у нас есть Z-Wave Stick. Вы можете использовать его даже со своим ноутбуком или стационарным компьютером на Windows. То есть, вот этот вот небольшой стик, который стоит порядка трех тысяч рублей, вы можете использовать в качестве сервера домашней автоматизации. Либо есть контроллер в собранном виде. Это вот готовое решение для конечных пользователей. Конечный пользователь может его самостоятельно настроить. Там простой, удобный веб-интерфейс настройки. К примеру, вот USB-стики вы можете использовать в Smart TV, в роутерах. Они будут превращать ваше существующее устройство в контроллер умного дома. Это достаточно удобно. Вот как выглядит приложение Z-Wave Mi для iOS или Android. Вот это базовое стандартное приложение, которое позволяет... Функционал этого приложения уже позволяет вам использовать любые средства автоматизации. То есть тут вот есть сценарии, различные правила, расписание. Можно использовать климатические расписания. Можно режим охраны использовать. Можно систему защиты протечек воды настроить. Также у него есть приложение для планшетов. Вот, к примеру, тут у нас окно показывает, как использовать добавление и удаление устройств в Z-Wave. То есть нажимаем на кнопку «Добавить устройство». Контроллер прислаивает датчику или исполнительному реле уникальный ID и начинает с него общаться. В этой вкладке «События» можно посмотреть, когда какие устройства включались, когда там открылась дверь, когда температура в той или иной комнате повысилась, когда включался свет где-то там. На основе этих данных можно анализировать, например, чем ваши дети занимаются, или там где домработница выбралась. Вот, это достаточно удобно. Также наш контроллер интегрируется, к примеру, с Яндекс.Алисой. Интеграция очень простая. Вам нужно зайти в приложение Яндекса, выбрать там производителя Z-Wave.me и выбрать устройства, которыми вы хотите управлять. То есть все устройства, которые мы добавили в контроллер через функцию добавления, они появятся в умном доме Яндекса. Если у вас в умном доме Яндекса есть там еще какие-то сторонние системы, например, Xiaomi или там бытовая техника Redmond, вы ими сможете управлять в одном интерфейсе. Вот, и там сделать разные сценарии, например, сценарий. Я пришел домой, или я прихожу домой, у вас там включится чайник, включится романтичная музыка, теплый пол там на обогрев. Шторы откроются, микроклимат настроится, нужный подваз. Это будет удобно. Вообще, какой еще функционал есть в нашем контроллере? У него есть, помимо стандартного интерфейса, экспертный интерфейс. В экспертном интерфейсе можно просматривать статусы всех устройств. Вот, например, у него тут несколько вкладок. Вот, например, во вкладке устройства видны статусы. Вот тут видно дата и время последней передачи данных от устройства на контроллер. Вот тут видно в этом столбике, какие устройства у нас спящие, то есть это обычно датчики. Датчики обычно просыпаются раз в час. Вот, если у них не изменилась настройка. Вот, к примеру, есть датчик протечки воды, вот, он просыпается раз в час. Вот, мы можем, ну, либо, если произошла протечка воды, то он сразу проснется. Вот, за счет этого в беспроводной системе у датчиков, которые работают от батареек, у них хорошо держится зарядка. Вот, например, у датчика протечки зарядка до 3 лет будет держаться. То есть вам, вы можете поставить такой беспроводной датчик вместо возможной протечки, и у вас вот уже система защиты от протечек воды почти что организована. Вам нужно будет только еще шарный электропривод поставить на трубу, чтобы вода автоматически перекрывалась. Так, ну, вот, также в статусе устройств можно посмотреть, какие устройства умерли. То есть вот тут вот, например, у него есть два устройства, которые не отвечают. То есть на них, скорее всего, села батарейка, вот, и надо это проверить. Либо они были сняты со своего места, но не исключены из сети Zatwave. Поэтому они отмечены как умершие. Эти умершие устройства можно удалить. Вот, это делается достаточно просто. Также можно посмотреть статус батареек у каждого устройства. Это тоже в том же разделе устройства находится. Вот, то есть мы тут видим то, что почти что у всех устройств полная зарядка. Вот. Вот у меня вот, к примеру, разрядился как раз тот самый датчик протечки воды. Вот, ну, я там на нем батарейку не менял. Вот, ну, вскоре поменяю. Если такое происходит, что информация о заряде батарейки давно не обновлялась, то, значит, она либо села, либо устройство вынули, из устройства вынули батарейку, или настроим повышенный период пробуждения устройства. Например, там, раз в день устройство может просыпаться, или раз в неделю. Это будет дополнительную экономию батарейки давать. Вот, значит, также в нашем интерфейсе можно просмотреть... Ну, и есть средства для аналитики, как команды отправляются на контроллер. То есть можно смотреть очередь исходящую. Вот. У нас тут видно, что может быть очередь длинная, может быть короткая. Вот тут вот есть у нас плюсики. Это означает то, что сигнал дошел. Есть в некоторых местах минусы. Значит, сигнал не доходит. Вот. И, то есть вы можете точно, зайдя на эту страницу в контроллере, вы можете точно узнать, какие у вас есть проблемы в вашей сети, и быстренько их диагностировать. Вот. Это очень удобно. Также есть еще аналитика маршрутов в контроллере. То есть можно, вот, например, есть контроллер, есть у меня датчик. Можно посмотреть, как датчик общается с контроллером. Поскольку Z-Wave образует межсеть, то есть он, если датчик далеко от контроллера, то он будет общаться с контроллером через устройство Repeater. Это устройство, которое работает от постоянного питания, например, реле или умная лампа, или модуль в розетку, или там сирена даже. Вот. То есть мы сюда загружаем планировку нашей квартиры или нашего дома. Расставляем устройство. Ну, контроллер понимает, в каком месте квартиры находится устройство. Вот. И вы можете отследить, ну, например, у вас трех- или четырехкомнатная квартира, вы можете отследить, если вот у нас контроллер находится вот тут, да, то там вот до конечного устройства он может проходить там через два или через три. А если... Так, тут у нас... Так, и план квартиры мы загрузили. Вот у нас тут есть данные о накопленной статистике. Вот они тут... Можно перестроить маршрут. То есть тут на этой схеме будет видно, какой датчик у вас там долго отправляет макет до контроллера. Вот. И мы можем вручную перестроить маршрут. Или маршрут можно перестроить также автоматически. Вот. Он долго... Контроллер выберет наилучший маршрут через репитеры. Вот есть как раз несколько вопросов сразу по поводу умного дома Яндекса. Умный дом Яндекса очень стабильно работает. Я дома сам пользуюсь. У меня там управление есть осветительными приборами, отопительными. У меня там интегрировано... Помимо Z-Wave у меня там есть несколько Wi-Fi-реля, которые они управляются в одном аккаунте Яндекса. В Яндекс подгрузятся все устройства, кроме датчиков. Вот. Датчики пока там не поддерживаются. Вот. Но зато в Apple HomeKit поддерживаются все датчики и устройства. Так, ну, в принципе, вкратце о нашем контроллере я рассказал. То есть вам его следует выбрать, если у вас квартира или дом на Z-Wave планируется, и вы хотите интегрировать с голосовыми помощниками, с Алисой или с Сири. И этот контроллер достаточно бюджетный. Такой стоит всего 10 тысяч. Такой плата расширения стоит 7 тысяч. А контроллер с платой расширения в сборе стоит 15 тысяч рублей. Вот. Также есть контроллеры от Fibara. Я про них уже рассказывал на нашем вебинаре на прошлой неделе. Они более премиальные. У них там красивый веб-интерфейс, красивое мобильное приложение. У них нет нативной интеграции с Яндекс.Алисой, с Apple HomeKit. Есть интеграция с Apple Siri через Siri Shortcast. То есть вы там можете голосовые команды построить, чтобы там сценарии запускались. Вот. Ну и, в принципе, это контроллеры для стабильных, больших инсталляций. Вы можете посмотреть наш предыдущий вебинар. Я там подробно рассказывал об интерфейсе контроллеров. Ну, вот так вот выглядит Ubi Home Center контроллер. У него тут даже антенны нет. У него есть только Ethernet. У него тоже нет. У него есть только Wi-Fi. Вот он подключается к вашему роутеру по Wi-Fi сети. И через облачный сервис Fibara управляет вашим умным домом. Ну, либо вы можете в локальной сети управлять домом. И удаленно тоже исключая сервис, облако Fibara. Также у нас есть решение на базе контроллеров Zipata. Вот. Это контроллер Zipata Tile. Z-Wave контроллер на 500-м чипе Z-Wave. У него преимущество в том, что это как бы планшет, который идет в комплекте с док-станцией настенной. И там же у него внутри Z-Wave чип. Он имеет несколько встроенных датчиков. Это датчик температуры, датчик освещенности, датчик влажности, датчик движения. Также там есть у него датчик вибрации. И вы эти все встроенные датчики можете использовать для создания каких-то сценариев. Также в контроллеры Zipata можно интегрировать систему IP-домофонии, видеонаблюдения. Вот. Это достаточно удобно. Но планшет немного не то чтобы устаревший. У него просто старый Android. Если по дизайнерским соображениям вам этот контроллер подходит, то вот его можно использовать. Также у Zipata есть контроллер без планшета. Это стационарный контроллер ZipaBox. Вы его устанавливаете обычно в слаботочном щите. Он может установиться, поставиться на один рейку. У него есть там модули расширения, которые... С помощью которых можно интегрировать, к примеру, ZipaBox систему или какие-то KNX устройства. Ну, в базовую комплектацию включен только Z-Wave. Вот. В принципе, Zipata немного устаревшие контроллеры. Вот. И они не поддерживают всех современных устройств. Потому что сейчас, вот, к примеру, вот наш контроллер, он на 700-м чипе Z-Wave. А контроллер Fibara, он тоже на 700-м чипе Z-Wave. Поэтому я бы вам рекомендовал бы ставить именно контроллеры либо от Fibara, либо контроллеры Z-Wave. Вот. Но также есть еще на рынке... На рынке вообще много Z-Wave контроллеров. Вот. Есть контроллер Vero, Vero Plus, Vero Secure. Вот. Но у них не очень русифицированный интерфейс. Мобильное приложение. Нам не очень нравится его функционал. Вот. Ну, зато там есть язык программирования Lua, и он более бюджетный, чем контроллер Fibara с таким же языком программирования. Вот. Также, в принципе, есть контроллеры от компании Homi. Это Homi Pro и Homi Bridge. Вот это вот Homi Pro. И вот у нас здесь совсем недавно появились вот такой вот, в общем, Homi Bridge. это бюджетный контроллер, у которого есть Z-Wave, ZigBee, Wi-Fi и RF433 на борту. Вот. Но они отличаются тем, что у него нет веб-интерфейса. Вот. Вся настройка проходит только в приложении. То есть это либо приложение на iPhone, iPad, либо на... Ну, в общем, нам не совсем удобно настраивать систему через мобильное приложение. Вот. Поэтому мы пока дистрибьюцией их не занимаемся, но планируем. Поскольку часто клиенты комбинируют беспроводные системы на Z-Wave и на ZigBee, вот. Решение от компании Homi, оно будет достаточно интересным. Вот этот Homi Bridge, он будет стоить порядка 10 тысяч рублей всего. Вот. Это очень бюджетно. И у него тоже есть с HomeKit интеграция и с Алекцией. Ну, и также вот есть у нас интеграция у нашего контроллера с Iridium Mobile. Также и у Fibara есть с Iridium Mobile интеграция на основе Iridium. Iridium Mobile – это вообще программное обеспечение для визуализации умного дома. То есть, если вам стандартное приложение от производителя не подходит, вы хотите там свой дизайн изобразить, вы можете взять вот это решение, да, и сюда загрузить планировку своей квартиры. Вот. И тут у вас будет ваша группа света, ваши шторы нарисованы. И вот там нажимая на эти иконки, у вас там будет обратная связь на вашей 3D планировке. Вот. Это удобно не только дизайном. Это удобно тем, что Iridium поддерживает любые производители умного дома. То есть это могут быть проводные системы, беспроводные системы. Это может быть KNX, HDL, KNX, Crestron, Modbus и другие. Вот. То есть это такое универсальное решение. То есть если вы, например, занимаетесь проводными системной автоматизацией, вы можете их комбинировать с беспроводными при помощи решения Iridium Mobile. Так вот, про поддержку устройства. Любые контроллеры ZetWave поддерживают до 230 устройств. Вот. Но, к примеру, вот этот ZetWave.me Hub ввиду своей бюджетной цены и оперативной памяти, он будет стабильно работать где-то с 50-60 устройств. Контроллер Ubi Home Center Lite, он будет поддерживать до 40 устройств стабильно рабочих. Вот. Но вы можете туда и больше устройств добавить, просто система будет немножко подвисать. Да. Если вы хотите полную функциональную систему собрать, то вы используете либо Fibara Home Center 3, либо Raspberry 7 Pro на основе Raspberry Pi 4. Тогда у вас будет до 230 устройств в сети поддерживаться. Так. Ну, дальше я хотел рассказать вообще об устройствах ZetWave, какие лучше применять, какие с ограниченным функционалом идут. Вот. Вначале я хотел рассказать про управление климатом, поскольку сейчас отопительный сезон, и сейчас для многих актуально управлять отоплением. То есть вот есть у нас стандартная система управления отоплением, и есть управление отоплением автоматизируемым. Вот. В стандартной системе у вас, к примеру, есть три комнаты. Каждая комната отапливается одинаково, на 21 градус. Вот. Но, к примеру, мне неудобно спать. Ну, в общем, у меня дома, например, на кухне температура держится 24 градуса или там 26, в спальне чуть поменьше. В гостиной, примерно так же, как на кухне. Также мы можем настроить, значит, сценарий. То есть мы можем задать режим работы системы отопления. То есть есть дневной режим, ну, и утренний режим, дневной режим и вечерний режим. Ну, к примеру, как у меня дома автоматизация выполнена. У меня днем поддерживается минимальный уровень температуры. То есть ставятся термостатические головки на батарею отопления водяную. И у термостатической головки есть внешне-температурный датчик, который где-то в середине комнаты установлен. Вот. В зависимости от показания температуры этого датчика регулируется температурная уставка батареи. Вот. И получается то, что, как сказать, получается, что, например, днем у меня задана температура во всех комнатах. Там, там, 18 градусов. Вот. И батареи там почти не греют. Греют только, когда температура меньше 18-ти становится. Вот. Это экономит где-то до 30-ти процентов. Может быть, даже до 40. Вот. А у меня как раз в моем жилом комплексе недавно в многоквартирном доме перешли на индивидуальные приборы учета отопления. Вот. И если в прошлом году я платил где-то по 4, да, наверное, по 4 тысячи месяцев отопления, то в этом году вот уже гораздо меньше выходит. Вот. Ну, вот как они выглядят. Это вот стандартная термоголовка, на которую вы можете подойти и рукой подкрутить, чтобы вам похолоднее стало. А потом обратно будете крутить, чтобы вам потеплее стало. Это неудобно. Вот. А это уже умная термоголовка от производителя FIBARO. Она будет... Она точно так же монтируется, то есть вам ничего не нужно переделывать. У нее там есть встроенный аккумулятор, которого хватит на целый отопительный сезон. Вот. После сезона вы термоголовку подзарядите за 20 минут через USB-провод. И вам ее хватит еще на отопительный сезон. То есть установка займет у вас буквально там 10 секунд, плюс настройка 2 минуты. Вот. Ну, помимо FIBARO, есть еще решение от других производителей, которые точно так же работают на протоколе Z-Wave. Это вот, к примеру, термостат Eurotronic Spirit немецкий и термостат Danfoss американский. Вот. Это все устройства на Z-Wave. То есть вы можете выбрать по дизайну, какой вам больше нравится. Хотите с цифровым дисплеем, пожалуйста, берите Eurotronic Spirit. Если хотите с таким светодиодным кольцом, то можно взять FIBARO. Мне больше нравится FIBARO-хит-контроллер. Потому что у него такой стильный дизайн. Он вообще самого маленького размера. И в интерьере его почти не видно. Вот. И там, получается, если его крутишь, то у него, например, вот это вот светодиодное кольцо, оно будет красным, когда максимально вправо выкручено. А когда там средняя температура будет желтым, когда низкая, будет зеленым. Также это все, конечно же, через приложение на телефоне управляется. Вот. И вы можете там с телефона все регулировать. И голосом можете регулировать. И, да, как угодно. Также у нас есть решение по управлению теплыми полами. Это могут быть либо электрические теплые полы, если у вас квартира, либо водяные теплые полы, если у вас частный дом. Хотя сейчас уже некоторые водяные теплые полы и в квартирах используют. Вот. Это термостат, у которого в комплекте есть температурный датчик пола. И он также измеряет температуру воздуха. То есть вы можете настроить вашу работу, вашей системы отопления по двум критериям. И по температуре воздуха, и по температуре пола. Ну, это термостат также может быть в черном цвете. Вот. Ну, мне, честно говоря, хиатид ввиду своего минимализма не очень нравится. Вот. Есть термостаты Хилтун. Вот они более симпатичные. Вот. Это, значит, вот такая линейка термостатов. Правда, они сейчас поставляются только в белом и черном цвете. Ну, точнее, на складе в наличии. А так, если вам нужны какие-то цветные, то они будут под заказ. Вот. Вообще-то, тут есть семидневное расписание. Тут есть датчик влажности, датчик освещенности и датчик температуры. То есть, например, я поставлю вот такой вот термостат в санузле, в ванной комнате, и у меня будет вытяжка автоматически включаться при повышении влажности на 5%. То есть, я такой захожу в душ, помылся, термостат обнаружил, что влажность повысилась, вытяжка автоматически включилась. И у меня теперь нет такого, что я захожу в ванную, у меня вытяжка сама включается каждый раз. Это, потому что не очень-то удобно. Лучше, чтобы она включалась, когда надо, и не шумела лишний раз. Вот. Также у нас есть решение по управлению, значит, водяными теплыми полами от Danfoss. Это такой 5- или 10-канальный блок. Он устанавливается в коллекторном шкафу. Вот. К нему подключаются сервоприводы с питанием 24 вольта. И они связываются с термостатом в комнате, который отдает температурный статус на тот или иной контур отопления. И, исходя из показаний температуры в комнате, он регулирует в зависимости от настроек. Вот. То есть, если вот у вас есть частный дом, в котором 10 контуров отопления, мы можем поставить вот такое вот устройство, и у вас будет полностью автоматизировано 10 зон отопительных. Это, в самом деле, удобно. Вот. И хорошо работает. Ну, вот примерно так это выглядит. Только тут у нас представлено решение не на блоке 10-канальном, а тут мы используем по отдельности двухканальные реле, которые... Там одно двухканальное реле управляет двумя контурами отопления. То есть, например, вот эти вот два контура. Это у нас спальня. Вот это у нас гостиная. Вот это там у нас... Там другая спальня. Нет, там у нас кухня, например. Вот. В каждой комнате у нас стоят вот такие вот настенные термостаты. И в зависимости от показаний термостата у меня регулирует... Происходит управление отоплением. Вот. Получается все достаточно просто и понятно. И это устанавливается на любом этапе. То есть, вам нужна только силовая электрика. Вот. Никакой слаботочной электрики тут нет. И у нас нет затрат на прокладку лишних кабельных трасс. Этот термостат хеотид называется норвежский, норвежского производства. Он работает от батареек. Вот. То есть, если у вас, к примеру, есть задача управлять климатом, но вы забыли поставить термостат, то вот это не беда. Вы можете установить вот такой батареечный термостат. Зарядки батареек хватит на два года. Вот. Он также показывает влажность текущую. И он просто по беспроводной связи связан с вот этим вот реле. Реле будет получать команду, когда надо сделать погорячее или похолоднее. Это решение бюджетное. Если вот рассмотреть вот, например, такой комплект, это будет стоить где-то примерно на 30-40 тысяч рублей. Вот. Для управления там восьмию контурами отопления это достаточно бюджетно получается, если сравнивать с аналогичными системами на рынке. Сам термостат стоит около 10 тысяч. Вот. Также есть инновационный способ обогрева. Это теплые плинтусы Чарли. Но вот это такой способ обогрева, когда вы устанавливаете плинтусы, можно сказать, электрические плинтусы. Вот эти плинтусы, они подогреваются и они греют не воздух, а стены. Вот. То есть их можно использовать даже в качестве основного, в качестве основной системы отопления или в качестве дополнительной системы отопления. Вот. У вас будет здоровый климат в помещении, у вас не будет там никакой плесени, влажности, сырости в помещении. Теплый плинтус как раз с этим справляется. И он управляется через нашу систему умного дома при помощи того же самого реле. То есть для организации автоматизации этой системы нам нужно реле, нужен теплый плинтус и нужен температурный датчик. Привязка термостата к релейному модулю происходит через контроллер. То есть нам надо добавить в контроллер Z-Wave термостат и релейный модуль. И дальше по беспроводной связи в Z-Wave есть такая тема, как ассоциация. То есть это когда два устройства между собой напрямую связаны без участия контроллера. Вот. То есть у термостата температура повысилась на 2 градуса, значит реле отключит подачу горячей воды на время, пока температура не придет в нормальную ставку. Вот. Ну что можно еще про теплый плинтус сказать? Они в принципе недорогие, 5000 рублей за метр квадратный. И на 2 квадратных метра помещения вам нужен всего 1 метр плинтуса. Вот. Они экологичные и у них совсем небольшая затрата электроэнергии. Вот. Они также могут быть и водяные теплые, могут быть либо водяные теплые плинтусы, либо электрические. Вот. Так. Ну, мы можем вам информацию о теплых плинтусах после нашего семинара отправить. Вот. Также что есть еще из управления отоплением? Это управление кондиционерами. Значит, мы можем управлять кондиционерами через модуль управления от Filio. Это такой небольшой круглый датчик, который устанавливается в любом месте. Он может питаться либо от одной батарейки, либо от питания 3 вольта. Но многие, конечно, его запитывают от постоянного питания, хотя он от одной батарейки где-то полтора года спокойно проживет. Вот. То есть, вот у меня такой модуль, он не запитан от постоянного питания. Я его просто на стенке повесил, направил на кондиционер. Вот. И все. У меня уже автоматизировано управление кондиционером. Я настроил сценарий, чтобы я там пока еду на машине, я могу сказать, типа, там, Алиса, сделай кондиционер 20 градусов. Вот. Он включает его, я приезжаю, у меня уже там прохладно. Вот. И все вполне удачно. Вот так. Тут спрашиваю про лицензию. Система моего дома вам лицензия никакая не нужна. Вы вот покупаете контроллер, и в контроллере уже лицензия есть. Она там уже предустановлена. Вы можете пожизненно пользоваться, и пользоваться нашей технической поддержкой, и гарантийным. Информация по настройке ассоциаций между устройствами у нас есть, да, вы можете на нашем сайте посмотреть, или там в гугле написать. Настройка ассоциаций в умном доме Z-Way. Вот там у вас будут. Это очень просто делается. Ну, могу чуть позже показать. Так, дальше что еще есть? Есть приточная вентиляция. Это проветриватель бризеры от компании Teon. Это российский производитель, который входит в Сколково. К примеру, если вы на стадии ремонта не поставили себе фонкоил с приточно-вытяжной вентиляцией и там фильтрами, то можно вот такую компактную приточную установку взять. Там, значит, бурится такая скважина небольшая. Ну, примерно так же, как и кондиционер устанавливается. Со стороны фасада там ставится заглушка декоративная. Вот. И вы можете, значит, очищать воздух. У него там внутри пять фильтров установлены. Это там нейрофильтр, фильтр от микробов, от пыли, от бактерий и угольный фильтр там еще. Вот. Вы можете включить режим рекуперации. То есть, если у вас, например, в комнате проживают больные гриппом или что-нибудь еще, вы можете этот режим включить, и у вас будет воздух в помещении очищаться от микробов. Это очень полезная функция. Вот. Мы вообще-то хотим как раз про проветриватель Teon 4S и про всю их линейку и функционал рассказать в отдельном онлайн-вебинаре, который у нас пройдет где-то через 10 дней, 22 ноября. Запланировали. Мы вас тогда тоже на него пригласим. Там, потому что у бризеров Teon не только модель 4S есть. У них там есть и всякие CO-сенсоры, CO2, есть модель Teon 3S, есть Teon Lite и всякие другие. Поэтому мы о них вот хотим отдельным онлайн-вебинаром рассказать, на котором сам представитель компании Teon будет рассказывать про весь функционал. Так что записывайтесь на наш вебинар, будет очень интересно. Также вот, ну, как я сказал, этот бризер Teon, он тоже со встроенным протоколом Z-Wave. Вот. У него есть внутри такой USB-стик. Вы его ставите в этот бризер и управлять через умный дом системой проветривания. Можно, к примеру, вот датчик качества воздуха использовать для автоматизации. Вот. Это от компании Filio. Вот тут у нас представлены два датчика качества воздуха. Это один из них датчик качества воздуха, а другой датчик углекислого газа CO2. Вот. Они немного отличаются, но суть у них одна. Если, к примеру, к вам пришло 10 человек в квартиру, то количество углекислого газа уменьшится. Ой, увеличится точнее. Вот. И бризер откроется и начнет проветривать помещение. Можно там сделать сценарий, чтобы в зависимости от уровня PPM, от уровня CO2, включался тот или иной скоростной режим. То есть у бризера есть турбо-режим. Это, например, если у вас будет там больше чем 1200 PPM, то будет турбо-режим включаться. Если там будет 800 PPM, то будет там режим на третьей скорости включаться. Если там будет... Ну, вообще можно минимальный бесшумный режим у них там есть. Его можно почти все время включать, удержать. Но смысла в этом немного. Просто если вы поставите такой датчик качества воздуха, то у вас проветривание в помещении будет автоматизировано работать. Вам не нужно будет следить, когда его включать или выключать. Вот. Ну, это, в общем, как раз датчик CO2. Он высокоточный калиброванный датчик углекислого газа. У него там внутри стоит такой слой микропроцессор, который постоянно перекалибровывается, чтобы выдавать более точные показания. Также есть еще датчики угарного газа. Вот это... Вам такой датчик нужен, если у вас, к примеру, дома есть камин, либо если у вас в гараже стоит машина. Ну, это, наверное, основные функции. Вот. Если будет высокая концентрация угарного газа, вот он, кстати, PSG05, то тогда у вас сработает световая индикация и отправится сирена на телефон. Вот. Вы об этом сразу же узнаете. Можете какой-то сценарий запустить. Например, если у вас в гараже сработает этот датчик, то автоматически гаражные ворота поднимутся, откроются, и у вас кислород сразу туда зайдет, и вы таким образом спасете себе жизнь. Вот. Также есть у нас устройство управления кондиционерами Electrolux. Он отличается от того модуля, про который я недавно рассказывал тем, что он с обратной связью тут управление не через ЭК, а, можно сказать, через Wi-Fi. Вот. То есть, если вы на ЭК-пульте нажмете какую-то кнопку, то у вас в системе умного дома это сразу отобразится. Вот. Это пока что поддерживается только вот. Только вот этими моделями Electrolux. Ну, устройство само по себе бюджетное. Вот. И если у вас кондиционер Electrolux с USB разъемом, вот, то можно использовать такое решение. Стоит он, по-моему, 3500 рублей всего. То есть, 3500 для автоматизации управления кондиционером это очень хорошее решение. Вот. Так, ну, по управлению климатом вроде основное рассказал. Ну, есть там еще управление фан-койлами. Это значит, там, канальными кондиционерами, к примеру. Это если у вас там обычно на потолке размещается такой канальный блок, из которого может быть либо режим нагрева, либо режим охлаждения. Вот. И мы можем там выбирать скорость охлаждения или скорость нагрева. Вот это устройство от Hilton производителя. Я вот там до этого про термостаты рассказывал. Вот они такие же. Дальше хотел бы немного рассказать про устройство по безопасности. Вот. Ну, например, есть там кодовая клавиатура. Вот. Мы можем ее поставить внутри квартиры для того, чтобы ставить дом на охрану. Вот. То есть мы тут задаем какой-то там 4-5-6-значный код, неважно. Ну, то есть мы открываем входную дверь, быстренько вводим код. И если мы его ввели правильно, нажали кнопку «Открыть», то тогда сирена у вас не сработает. Вот. Но если вы этого не сделали, то у вас сработает сирена. Вот. Также можно его поставить снаружи входной двери, чтобы у вас при нажатии, при вводе правильного пин-кода открывалась входная дверь. Вот. Так, ну, про систему безопасности я еще чуть позже расскажу. Так, давайте тогда вначале про управление освещением, потому что управление освещением – это как одна из основных функций комфорта. Вот. Нам удобно включить или выключить свет в какой-то из комнат, не вставая с дубаном. Вот. Управлять этим всем смартфоном, либо голосом управлять. И есть разные выключатели, есть сенсорные выключатели, есть классические выключатели, к которым все привыкли, там, которые вверх никс нажимаются. Вот. Из сенсорных выключателей можно отметить линейку выключателей «Хилтун». Это армянский производитель из города Ереван, у них там завод. Вот. Но они занимаются производством уже не первые десяток лет. Вот. На российский рынок они вышли 4 года назад. Сейчас у них совершенно новая линейка устройств на 700-х чипов Z-Wave. Она стабильно работает. У них есть выключатели от 1 до 5 клавиш. У них есть встроенный вот этот вот датчик влажности, вот с этими такими решетками. Вот. Тут у него датчик освещенности стоит. И внутри еще есть датчик температуры. То есть вы можете, если вы планируете покупку квартиры или дома, можете себе запланировать вот такие вот сенсорные выключатели удобные от 1 до 5 клавиш. Они могут управлять светом, управлять там вентиляторами, розетками различными. Могут запускать сценарии комбинированные. Например, я там могу нажать на кнопку, и у меня там запустится, не просто включится свет, а там запустится сценарий просмотра кино, например. Вот. Либо я могу открыть шторы. Можно нагрузки от штор напрямую подключить к выключателю Hilton. У вас будет левая кнопка открывать штору, правая кнопка закрывать штору. Это выключатели, они достаточно бюджетные. Они стоят порядка от 10 до 12 тысяч рублей. Это розничная цена в зависимости от количества клавиш. Они могут быть белые, черные, там рамки всякие хромированные, серебристые. В общем, это эстетично выглядит. Многим нравится такое решение. Также у Hilton есть силовое реле. Вы можете его использовать, к примеру, чтобы сделать себе мастер-кнопку. Вы поставите это силовое реле в щиток. И оно у вас будет через контактор трехполюсный какой-нибудь отключать все освещение, все неиспользуемые розетки. И подключите его к клавиши выключателя. Вот у него тут есть контакты S1, SX. Сюда будет подключаться кнопка. И выходя из нового, вам надо будет на одну кнопку всего нажать, чтобы выключиться неиспользуемые. Либо вы сможете точно так же в телефоне эту кнопку нажать, у вас запустится сценарий. Также это реле оснащено температурным датчиком. То есть можно показания температуры использовать. И у него там 16-амперный реле. То есть можно им управлять электрическим теплым полом. Также есть 5-канальное реле. 5-канальное реле, оно будет... Оно вообще по сути многофункционально. У него тут 5 входов и 5 выходов. На выходы можно подключить клавиши выключателя. То есть можно 5 выключателей подключить и 5 нагрузок на out. К примеру, я могу взять 3 группы света и там 1 электрокарниз. Либо могу взять все 5 групп света. Я могу этот модуль поставить либо в монтажной коротке. Глубина подрозетника должна быть где-то не менее 40 миллиметров. Но лучше, конечно, взять 60 миллиметров, углубленный подрозетник, чтобы было легко монтировать. Либо к этому реле есть еще крепление для динрейки, чтобы разместить его в слаботочном шкафу. Вот. Вы его разместите в слаботочном шкафу и в электрощитке. И там у вас будет, значит, все нагрузки сведены в щиток и все кнопки выключателей тоже сведены в щиток. Получится такая более-менее проводная система умного дома у вас. Дальше есть еще дизайнер, линейка дизайнерских выключателей Витрум. Они очень симпатичные, они бывают там в нескольких коллекциях. В четырех коллекциях. Вот. Есть стандарты. Квадратные, прямоугольные и большие прямоугольные. Вот. У них, значит, есть технология глаз. Это когда кнопки выпуклые. Вот у меня, например, есть стекло от выключателя Витрум. Оно может быть любого цвета RAL. То есть стандартные цвета – это черный, белый и песочный. Вот. У них тут кнопки с такими выемками. И у них очень удобное тактильное ощущение при нажатии. Вот. То есть они могут быть от одной до шести клавиш. На каждую клавишу мы можем сделать индивидуальную гравировку. То есть, например, у меня будут клавиши сценарные. Сценарный выключатель. Ну, сцену запускать. Сцена «Я дома». Сцена «Утро», «День», «Вечер», «Ночь». Вот. И у вас будет меняться ваш подход к управлению вашим домом. То есть, если вы привыкли к тому, что вам надо подойти, включить свет, нажать на один выключатель, подойти, открыть штору, нажать на другой выключатель, подойти, там, включить музыку, нажать там на плеере, на что-то, вот, то теперь все стало гораздо проще. Вы можете нажать на одну кнопку, и у вас все эти действия за долгую секунду произойдут. За что отвечают черный и белый кабель? Так, ну, давайте посмотрим. А, ну, тут вы можете... В общем, эти контакты, их можно не использовать. То есть, вы можете использовать либо вот эти пять, либо вместо вот последних двух можете использовать вот этот канал, четвертый, пятый. Это можно... В общем, он усиливает нагрузку на канал. То есть, тут у нас 5 А на канал. Вот. Но я могу сделать, чтобы там побольше было. Вот. Вы можете на сайте «хелфин.ком» посмотреть схему подключения у этого устройства. Там более подробно это описано. Вот. Ну, значит, что тут у нас? Ну, вот выключатели от одной до шести клавиш. Вот. Если выключатели витрум от одной до трех клавиш, у них там стоят силовые реле на 10 А. Если выключатели 4 или 6 клавиш, то там стоят триаки. Триакм вы можете использовать сразу, чтобы он диммировал нагрузку напрямую, или чтобы просто включал-выключал. Это такое твердотельное реле. Оно всего идет на 1 А, по-моему, или 0,5 А. Ну, для управления светодиодным освещением вам этого хватит. Дефара нет, не закрылись. Дефара работают. Дефара все хорошо. У них просто с производством некоторые проблемы есть. Некоторые модули недоступны к заказу. Ну, вот коллекция. Вот, например, есть у меня коллекция Stone. Это натуральный камень. Есть также натуральный мрамор. Вот, то есть вы можете самые изысканные дизайнерские потребности реализовать с линейкой выключателей VITRUM. Они поставляются под заказ. Срок поставки 4 недели всего. То есть вам как раз хватит времени, чтобы согласовать, доделать проект электрики, согласовать все там вопросы заказчикам, и вам уже придут эти выключатели. Вот, есть у них самая бюджетная линейка, это вот Touch. У них, потому что нет таких углублений на кнопках. Вот. Вот глаз, они такие самые более симпатичные. И тактильные по ощущениям. Также у VITRUM есть у VITRUM есть Так, сейчас у меня что-то загружается. У VITRUM есть термостаты. Вот. Они могут управлять фан-коилом, они могут управлять теплым полом. У них есть температурный датчик там встроенный. И они симпатичные по дизайну. Есть тоже в квадратной или прямоугольном исполнении. Почему недоступные реле DAS-101? Почему они, вы их хотите вообще купить? Если вот, к примеру, есть реле для управления светом FIBAR. Это классические реле, которые монтируются в подрозетник. Это одноканальный смарт-модуль, это двухканальный смарт-модуль. FIBAR устройство очень хорошо известно своей долговечностью, количеством циклов переключения реле и самой разнообразной настройкой. У них там более сотни конфигурационных параметров, которые можно использовать. Ну, датчики температуры вы можете взять, например, датчик подвижения или там от другого какого-то устройства. Ну, вот я только что вам рассказывал про линейку выключателей Hilton. Вот. У них там и влажность, и температура встроена выключатель. Это совсем не проблема. Вот. Для чего еще реле FIBAR могут использоваться? Вы можете управлять там замками, можете управлять вентиляторами, вытяжками, сервоприводами, можете системой отопления управлять с помощью этих реле. У FIBAR всех меньше брака. Вот. Если, например, сравнить устройство DeFaro с FIBAR, у DeFaro будет, наверное, там, ну, не знаю, 10% брак, наверное, точно есть. У FIBAR это число меньше 2%. Вот. То есть нам очень редко приходит от клиентов реле от производителя FIBAR, потому что они очень хорошо сделаны. Также есть производитель Filio, он более бюджетный, но такой же надежный. Чем они отличаются от FIBAR? у FIBAR будет два года гарантия, у Filio один год гарантии. А Filio они чуть-чуть побольше по размеру, и у Filio там на долю секунды дольше нагрузка включается. То есть вы нажали, она щелкнула, а у FIBAR оно там, вы нажали, она сразу щелкнула. Ну, это где-то там на 0,3 миллисекунды отличается. Ну и у Filio на самом-то деле реле более мощную нагрузку поддерживают. FIBAR недавно урезали свое реле, оно теперь одноканальное это 1,8 киловатт, двухканальное это полтора киловатта на канал. А у Filio одноканальное реле оно до 2,8 киловатт, двухканальное там по полтора киловатта. Вот, но тут у нас оба реле двухканальных, они отличаются наличием сухого контакта. Вот, справа у нас тут есть контакт.com вот, если мы подключаем реле через контакт.com, то мы можем управлять любыми типами нагрузок, то есть нагрузка 220 вольт, нагрузка 12 вольт, либо сухой контакт для подключения каких-то кнопок. Вот, так, значит, есть еще вопрос управления скоростью вентиляторов. Есть и такое и такое устройство, если вам нужно плавное, то вам нужно налезть вольт, диммер, если вам нужно выбор из трех режимов, то вам нужно взять трехканальный реле, либо устройство управления фанкойлом, у которого там есть три режима, низкий, средний, высокий. Ну, у Филио, и у Филио, и у Фибара есть устройство диммер, вот, например, диммер Фибара, он управляет нагрузкой до 250 ватт и диммирует освещение, которое по 220 вольт работает, то есть это будет лампы накаливания, накаливания, лампы галогенные и лампы светодиодные диммируемые. Этот диммер уникален тем, что он работает без нулевого провода, то есть он подойдет в абсолютно любую даже сталинскую квартиру, в которой 2000 лет не делали ремонт, вот, вы можете этот диммер установить, и он у вас точно будет управлять вашей нагрузкой, и вы сможете даже сразу через Алису сказать, сделай поярче на 50%, а шунт нужен для того, чтобы стабилизировать, например, работать с недиммируемыми ими, теплыми ламп, либо если там что-то с пусковым током не то, и у вас лампы мерцают, вы можете поставить этот шунт, который стоит тысячу с чем-то рублей, и у все проблемы пройдут сразу. Так, вот спрашивают тут лампы лет подключены к диммеру, вижу жат. Ну, а они у вас диммируемые эти лампы или не диммируемые? Если не диммируемые, то они так и будут жужжать. Если диммируемые, то, наверное, шунт, шунт, да, шунт работает без контроллера автономно. Я думаю, Дмитрию надо на нашу техническую поддержку обратиться, чтобы наши коллеги вам подсказали, как решить эту проблему. Ну, мы пойдем пока дальше. Есть еще мини-кар хибара вали, она вот как раз недавно появилась. как, она на европейском рынке уже давно, вот, но это такие выключатели, которые, так, способ подключения шунта. Шунт, он в систему не подключается никак. Это устройство для стабилизации напряжения. Вы им управлять никак не будете. Вы его поставили и все, он у вас работает. У вас диммер только в систему подключится. Вам нужно использовать и диммер и шунт. Вот, а диммер по радио подключается, так же, как и, в принципе, все наши устройства. Вот, ну, значит, Fibaro Valle линейка, у них, она появится в России в начале января, скорее всего, уже будет в продаже. Вот, тут есть управление светом, есть диммер, есть выключатель, у них тут у всех, в общем, кольцо светодиодное подсвечивается, и есть у них также там беспроводной выключатель, то есть, вот тут его надо в подрозетник устанавливать, да, у него есть там фаза 0 для подключения нагрузки, вот, но также вы можете, к примеру, взять там, 5- или 10-канальное реле, вот, поставить его в щитке на одинрейке, либо там можете одноканальное реле под люстрой где-нибудь поставить, вот, а такой беспроводной выключатель Fibaro Valle вы можете на стенку приклеить, вот, и у вас будет выключатель его за кровать, если у вас его там нет и вам хочется, то вот это удобно, ну, и также он будет жалюзи управлять, вот, и есть у них линейка розеток, то есть, есть интернет-розетки, ТВ-розетки, классические розетки, которые будут там измерять энергопотребление, и можно ее включить, отключить дистанционно, то есть, получается, ну, на самом деле умные розетки это нужная вещь, например, вот, вы можете его к своему сыну поставить в комнату, подключить к компьютеру стационарному, и вы будете понимать, когда он у вас там играет в игры, когда он там смотрит YouTube, когда он там делает уроки, вот, в зависимости от энергопотребления компьютера. Фибар и Ethernet, они не управляемы, они просто для общей стилистики, так же, как и USB-розетки, но зато они у вас интегрируются в, сейчас, тут этого слайда нет, они просто совместимы с рамками System55, вот, то есть, это немецкий стандарт, вот, они тут у меня есть, вот эти вот, в общем, можно, может быть, тройная рамка, или двойная, или одинарная, у вас может быть в одном месте там, к примеру, выключатель Вали, а в другом месте какой-то ABB-шный выключатель, вот, или гировский. Так, вот как раз этот Вали-контроллер, портативный выключатель, про который я говорил, вот, вы можете его поставить на стенке, он будет питаться от батарейки, вот, и у него там, как сказать, зарядки на два года хватит, и вот, никуда, по сути, даже монтировать не нужно, то есть, он ваш интернет, интерьер, он вас никак не испортит, он может быть, даже на столе лежать будет, вот, также есть линейка Z-Wave устройств от Qubino, вот, они, в принципе, достаточно хорошие по отказу устойчивости, название Qubino даже чем-то похоже, ну, в общем, у Qubino есть хорошее устройство, это 0,10 вольт диммер, это почти единственный, единственный диммер Z-Wave 0,10 вольт, который есть, но сейчас у нас выходит устройство Z-Una Shield, вот, там будет 4 канала 0,10 вольт, вот, поэтому оно будет гораздо лучше, как я считаю, чем Qubino флаж диммер. Также у них есть у устройства Qubino вот этот небольшой разъем для подключения температурного датчика, он есть почти во всех устройствах Qubino, то есть, хоть это реле, хоть это диммер, хоть это модуль управления шторами, вы можете туда добавить температурный датчик, вот, и будете в систему получать информацию о температуре, например, вот такое реле можно использовать для управления теплым полом. Вот, ну, также, что там еще, ну, у Qubino вот основной есть вот диммер, он тоже без нулевого провода может работать, у него только в отличие от фибаровского диммера 150 ватт всего нагрузка, у фибара там 250 идет, то есть, но зато может работать без нейтраля. Есть управление светодиодными лентами в Z-Wave, да, оно тут будет управлять вашими RGB или RGB-V лентами, или лентами одноцветными или лентами, которые могут теплый и холодный цвет выбирать, вот, также к ним можно подключить аналоговые датчики, которые по 0,10 вольт работают, то есть, это может быть датчик влажности, датчик давления, датчик температуры или качества воздуха, можно организовать систему парковки у себя в гараже, но для вашей жены там, чтобы она машину не разбила, потому что это часто бывает, вот, то есть, ты, в общем, подъезжаешь близко-близко к гаражу, когда очень близко подъезжаешь, у тебя датчик расстояния это увидит, и лента загорится красной, если там много места, то зеленый, вот, также датчик влажности почвы можно сделать и там себе автоматизировать парик, там, не знаю, выращивание помидоров или еще такого, автополив можно сделать на основе показания влажности, кубина влажность не будет понимать, вот, также есть у нас замечательные умные замки, это система контроля доступа, вот, вот у нас представлен такой умный замок до налога, короче, это, можно сказать, это дверь обычная, входная, тут у нас снаружи обычным ключом, мы можем открыть дверь, а внутри мы можем открыть, повернув вертушку, механическую, и так же мы можем это с телефона сделать, то есть у него, у этого замка есть протокол Z-Wave и Bluetooth, вот, я могу, короче, вот тут у него две кнопки, вот, он открыть, закрыть, нажимаешь, он там дверь открывает, закрывает, нажимаешь, закрывает, вот, так же тут есть раздел пользователей, вот такой вот, то есть у меня тут много пользователей, я могу любого пользователя добавить ему доступ, могу доступ у него удалить, могу сделать доступ временным, вот, значит, вот такой вот комплект, в комплекте идет личинка, в комплекте идет замок, и в комплекте идут набор ключей, вот, но вы можете, можно купить также замок без личинки и установить его на свою дверь, единственное, что замка для налог такой плоский хвостовик, вот, то есть, если у вас на вашей личинке типа ключ-вертушка, хвостовик не плоский, вот, то вы можете его доработать там напильником или чем-нибудь, вот, либо можете сразу купить комплект с личинкой, вот, эти замки удобны тем, что, вот, например, я всю свою семью добавил в аккаунт, вот, они все пользуются одним приложением, тут видно статус, вот, кто когда открывал и кто когда закрывал дверь и какой конкретно пользователь это сделал, то есть, я сижу такой на работе, у меня ребенок пришел из школы, мне сразу уведомление пришло, то, что это именно он пришел, вот, и я уже спокоен, как бы ему лишний раз не звонил, вот, также я могу открыть дверь дистанционной, если добавлю замок в контроле рунного дома, и у меня будет, могу, находясь в любой точке мира, открыть входную дверь, вот, и прошу заметить, то, что этот замок, он без постоянного питания, он работает на четырех батарейках, вот, тут у него батарейный отсек есть, батареек хватит где-то на два года, вот, но если вам хочется, вы можете к нему резервное питание подтянуть, подключить, вот, замок такой стоит 18 990 рублей, вот, кстати, у нас, ну, 25 тысяч он стоит вместе с личинкой, вот, но вы можете купить замок без личинки за 18 900, и у нас сейчас еще проводится акция на сайте 5mart.ru в честь Черной Пятницы, там на него хорошие скидки дают, так что можете зайти да посмотреть, вот, также этот замок есть на протоколе Apple HomeKit, то есть, это чтобы мы там могли, хоп, там с часов зашел, дверь, там нажал открыть дверь, или там Siri можешь попросить, в общем, если вы сторонник умного дома от Apple, вы можете взять замок не на Z-Wave, а на HomeKit, вам тогда даже контроллер умного дома не нужен будет, он у вас сразу будет управляться, но замок Z-Wave вам тоже не обязательно контроллер иметь, потому что он через Bluetooth может работать, вот, значит, что еще тут, умные лампы есть, да, умные лампы удобно использовать, вечером, там, ты можешь прийти домой попросить Алису цвет под твое настроение выбрать, может там романтичный какой-нибудь цвет выбрать, может там желтый, белый, зеленый, фиолетовый, вот, эти умные лампы, они являются репитерами Z-Wave, то есть они расширяют вашу сеть Z-Wave, и у них стандартный цоколь E-27, он подойдет там под старшеры, прикроватные, что-нибудь такое, вот так же у нас тут есть модули в розетку, ну умные розетки, они как бы имеют место быть, они могут управлять утюгом, телевизором, стационарным компьютером, используя там измерение энергопотребления, чтобы какие-то отчеты себе строить, вот, может, проектор запускать, например, умная розетка от FIBAR, она очень эстетично выглядит, и очень небольшого размера, она в любой интерьер вписывается, вы можете настроить там, чтобы выключить приставку игровую детей, чтобы они не играли лишнее время, вот, есть еще розетки от IO-TEC, у них тут есть USB модуль встроенный, ну он более такой лаконичного дизайна, мне вот лично больше нравится, чем FIBAR, вот, есть еще FILEO, разведка, она, это, можно сказать, самое бюджетное решение, вот, и дальше там еще управление шторами, вот у нас как раз представлены модули, с помощью которых можно управлять электрокарнизами штор, домофония на Z-Wave, вы можете, к примеру, взять контроллер FIBARO Home Center, он поддерживает любые IP домофонные системы, ну, у него есть SIP протокол для того, чтобы звонки принимать, и видео вы будете смотреть, вот, и к вам кто-нибудь зайдет, вы увидите, кто к вам зайдет, вы услышите, что он говорит, нажмете, откройте входную дверь, то есть вы можете любые решения использовать BAS IP, TROIP, HIP Vision, Helios 2M и всякие такие, так же, как и с видеонаблюдением и с системами Multirum и с роботами-пылесосами и там со Smart TV, вы любые Wi-Fi устройства можете интегрировать в общую систему умного дома и делать общие сценарии с ними. И у вас не будет сотни приложений, будет одно приложение для управления всеми системами. Также вот есть ручное и дистанционное управление, ну, про это я уже рассказывал, но это имеется в виду управление шторами, вот, да, мы можем шторами управлять, включил-выключил, кнопку нажать, можем с телефона, можем с компьютера. Роботы-пылесосы, ну как, они у вас управляются по протоколу IP, то есть у вашего робота-пылесоса есть связь с вашим Wi-Fi роутером, значит, у него есть IP-адрес, значит, его можно добавить в контроллер умного дома через IP-протокол, то есть, если у робота-пылесоса открытый исходный код, открытый API, например, iRobot, то у него есть команда, там, поехали, вернуться на базу, убраться, там, в комнате номер один, номер два, номер три, номер четыре, номер пять, вот, мы эти команды можем как кнопки назначить в интерфейсе умного дома, вот, и запускать их в общее сценарие. Это можно сделать на Fibara, можно сделать на Z-Way контроллере. На Fibara это через Lua делается язык программирования, на Z-Way это через JavaScript делается язык программирования. Также это можно сделать в системе Apple HomeKit если вы Apple пользуетесь. Там есть такой шлюз HomeBridge, вот, под HomeBridge есть плагины для разных производителей роботов-пылесосов. Они все обычно на GitHub выложены. Вот, но тут показывается чем у нас может управлять модуль управления Fibara RollerShutter. Вот он у нас тут на верхнем стенде. Он может управлять воротами гаражными, может рулонными шторами, ролл-шторами, электрокарнизами, горизонтальными, либо жалюзи. Собственно, он небольшого размера вот такого. Он может даже ламели повернуть ваше, вот, может навесом управлять. То есть это такой универсальный смарт-модуль, который поддерживает управление практически любыми перекидными нагрузками. На моторы 24 вольта есть модули, да, есть реле с сухим контактом нужно использовать. Я вот ранее рассказывал несколько слайдов назад про реле с сухим контактом от Filio производителя. Вот то есть там будет сухой контакт типа нажал у тебя открывается отпустил перестал открываться потом нажал закрывается вот так будет работать. А это модуль управления жалюзи вот Filio он в принципе такой же как Fibara только он сейчас появился на 700 чипе Zwave называется Filio Pan 34 вот то есть у него более быстрая связь с контроллером вот и у него там добавилась функция Smart Start шифрование S2 и у него там есть настройка по времени открытия закрытия и настройка по электронным концевикам вот дальше что касается системы безопасности это вот как раз есть стенд демонстрационный там есть датчики движения датчики протечки датчики открытия дверей окон датчики вибрации например датчик движения фибара вообще для чего датчики движения нужны мы можем автоматизировать можем наблюдать за нашим домом то есть мы видим вот тут например 955 обнаружено движение в гардеробной ага там значит там убрались уже все понятно вот также мы можем управлять освещением то есть например дневное время у вас будет свет включаться 30 процентов например вечернее время на 70 процентов вот у него встроен сенсор температуры освещенности и вибрации кроме движения вот его можно закрепить ну у него вообще батарейки работает до одной и но мы его можем дать постоянное питание мы можем его с потолочной в потолок встроить с потолочным креплением специальная рамка для датчиков и бара и он правда производитель филио делает но они полностью совместимы вот например можно совместно со сценарием камеры видеонаблюдения использовать то есть если у вас камера плохо видит ночью датчик сфиксировал движение ваше отсутствие включил свет камера записала и все отлично можно в детскую комнату поставить такой датчик и когда ваш ребенок там будет поворачиваться ночью будет включаться ночник на 10% и колыбельная таким образом его сон продолжится он вас не разбудит также есть датчики от филио кстати батарейка да батарейка она садится не быстро вот если вы время пробуждения датчика оставите по умолчанию раз в час то вашей батарейки хватит где-то на полтора года вот если сделать ну может быть на год если сделаете время пробуждения раз в два часа то тогда будет срок службы батарейки увеличится вот но если датчик увидит движение то он сразу проснется и отправит информацию контроля вот ну это датчики как бы от филио они более такие страшноватые немножко конечно вот но зато они удобны в плане функционала вот это например датчик 4 в 1 тут сразу движение температура освещенность и датчик открытия двери у меня вот такой датчик стоит в ванной комнате то есть я когда захожу в ванну у меня включается свет вот если я и отключается через там 3 минуты вот если я зашел в ванну а если я зашел в ванну и закрыл за собой дверь вот то тогда свет вообще не выключится то есть там несколько условий соблюдается вот поэтому эти датчики они как хорошие вот так же есть датчик утечки бытового газа то есть если вы живете в частном доме или там каких-нибудь не знаю не в Москве там в регионах каких-то где у вас газовая там колонка стоит вот то или газовая плита то вы вот лучше поставьте себе датчик утечки бытового газа Хейман он как модуль в розетку подключается если он почувствует пропонбутанутан метан большую концентрацию то он может отправить команду на привод перекрытия газа вот это вот такой привод который на ручку устанавливается вот и если бытовой газ попадет то ручка подачи газа сразу закрывается на самом деле очень много в регионах России возникает случаев отравления пропоном бутаном метаном поэтому это очень важно а такой датчик стоит 4670 рублей вот в рознице и они хорошо работают поэтому так ну вот датчик протечки фибара я про него в принципе рассказал у него есть встроенный сенсор температуры вот он работает он на самом деле самый симпатичный датчик протечки который вы видели вот более симпатичных наверное нет у него такой красивый глянцевый корпус он небольшого размера его можно тут у него вот есть в общем клеммы его можно от постоянного питания запитать к нему можно подключить еще внешний датчик протечки проводной вот и у него там еще внутри есть датчик температуры ну в общем такие функции у него есть еще датчик протечки филио у него помимо протечки температуры есть еще сенсор влажности это вот как раз такая решетчатая штука вот это датчик влажности их удобно устанавливать в санузле то есть мы поставим такой датчик и у вас в то же время будет видна информация о состоянии влажности если влажность станет повышенной то включится вытяжка или там включится система отопления чтобы ее понизить вот и тут выносной провод если датчик фибара надо на плоскость ставить то у датчика протечки надо вот этот выносной провод отпускать вместо возможной протечки воды а вот это основную часть надо просто на стене закрепить на саморезах либо на двухстороннем скотчем также есть датчики открытия от фибара вот вот этот датчик у нас в принципе это как датчик открытия двери окна мы можем его использовать для нескольких функций например вот типа там у меня у кота есть у меня в детстве у кота в общем был в детстве у кота была такая дырка типа если бы я туда поставил датчик открытия то я бы всегда знал когда он пошел погулять но его можно использовать связки с умным замком то есть мы если дверь захлапываем то замок автоматически перекроется закроется точнее вот то есть получается я прихожу с работы домой у меня дверь открывается входная и я захожу дверь захлапываю дверь сразу закрывается да у xiaomi кстати тоже красивые датчики протечки но у xiaomi просто функционал неполный xiaomi есть только датчики и реле больше них там ничего нет нам же для автоматизации частных домов нужен большой функционал в доме нужна интеграция видеонаблюдения мультирумы домофонов сплит систем приточной вентиляции и все остальное поэтому xiaomi нам не как бы не подходит но вы можете взять датчики протечки от xiaomi и интегрировать его их с на сторонней системе например на хром ките или на холм ассистенте вот это никто не запрещает вот так ну про замки до налог я в принципе рассказала до налог также есть кодовая клавиатура до напад до налог есть назад вейф на холм кит на блютуз и на зиг битвы до напад он тоже это блютуз устройство вы его можете связать с замком до налог вот и будете вводить код если код или верно дверь открылась вот вы можете дистанционно коды задавать то есть например то есть например датчик отпечатков да есть но это как бы не за твоих устройств датчик отпечатков это сторонняя IP-система от компании ek.rus вот мы их пока еще тестируем вот но вскоре у нас появится на сайте такое решение вот но по отпечатку пальцев как мы считаем открывать входную дверь в квартиру это как-то старомодно что ли вот сейчас больше подходит технология NFC вот либо технология распознавания лиц либо технология автоматического открытия то есть у замка до налог есть в приложении функция авто аналог называется вот я когда со своим смартфоном подхожу к входной двери у вас дверь сама открывается то есть вам не нужно палец прикладывать или что-то еще делать он использует службу геолокации смартфона и ваш bluetooth вот получается да так что там еще было есть еще сирены в умном доме то есть это важно чтобы у вас в доме была сирена особенно если у вас частный дом или дача там у вас система безопасности если построена то в случае вторжения злоумышленников то есть громкая сирена на 110 децибел чтобы услышали все соседи чтобы пришло вам уведомление чтобы там режим в общем режим охранный он должен у вас всегда работать вот чтобы там чок мог приехать в случае чего да конечно вы можете взять замок за твоих управлять им даже не обязательно через home bridge в холмките контроллер умного дома за твои дни у вас нам холмкит шлюз встроенный будет у меня это как раз тут реализовано приложение дом есть я могу там открыть дверь нажать дверь будет открываться у меня тут в этом приложении дом все устройства за твоих они все в холмките вот также есть раздел в умном доме с пультами управления есть прекрасная фанель фибара свайп эта панель управляет жестами она у нас в шоуруме представлена ты вот так вот свайпаешь у тебя свет включается свайпаешь у тебя шторы открываются можешь все влево вправо свайпать или вот так по часовой стрелке против часовой стрелки это панель емкостная вот поэтому вы ее можете спрятать даже в стене вот и получается у вас такой скрытый элемент управления появляется который понимает ваши жесты вот он либо от батареек либо от юсби работает также есть кнопка фибара батон вот она может быть любого цвета белый черный красный вот обычно покупают либо красные либо черные либо белые красные используют для режима какой-то чрезвычайной ситуации белые черные для запуска сценариев можно там шесть различных нажатий есть и она беспроводная на батарейке вот есть брелки красивые на брелок мы можем настроить нажимаешь открылись все шторы нажимаешь включился свет вот это брелок от компании фибара на него будет действовать гарантия два года и он очень симпатичный он такой по размеру небольшой я бы его таскал в связке с ключами хотя я бы наверное его даже вместо ключей бы таскал он бы у меня открывал входную дверь одной кнопкой другой кнопкой он бы открывал включал свет третьей кнопкой он бы включал музыку вот это был бы у меня пульт от умного дома вот есть также настенные выключатели они на батарейках то есть если вы где-то забыли поставить выключатель возле кровати или там в прихожей или там где-нибудь еще где-нибудь захотели дополнительную группу света организовать вот то тогда вы можете вот это все сделать и поставить их от батареек вот такие выключатели работают больше двух лет скорее всего вот также вот ну как бы система протечек воды есть есть шаровые электроприводы неважно это гидролог или нептун или аквастораж они все интегрируются в умный дом за твоего через такие встраиваемые модули реле вот то есть мы можем использовать одно двухканальное реле для управления перекрытием и холодной и горячей водой получается у нас у гидролог ultimate модель есть управляющий провод вот управляющий провод он подключается к нагрузке вашей вот и когда на датчик продячки попадет вода реле получает команду на закрытие этого электропривода вот ну так также есть аккумулятор а вот как раз вот так вот через гидролог винар гидролог винар это модель представлена с питанием 12 вольт и с резервным питанием от 4 батареек то есть если у вас 12 вольт питания пропало то он сразу же переходит на питание от батареек вот к этому модели реле не нужно у него у него там за твоих чип встроенный кроме того мы к нему можем еще подключить проводные датчики протечки и счетчики расхода холодной горячей воды то есть это такое универсальное решение для системы защиты от протечек воды стоит такой один шаровый электропривод 11 или 12 тысяч рублей в разницу счетчик импульсный подключаются все верно вы можете на сайте 5mart.ru посмотреть наши цены у наших у наших партнеров посмотреть цены по черной пятнице может быть вам там понравится цена а так реле конечно можно сделать от аккумуляторов вот например у нас есть реле от производителя поп вообще оно используется для управления замками вот но может управлять и какой-то нагрузкой мы можем к нему подключить через крону подключить его питание вот она будет где-то один год работать от батарейки вот значит есть еще у нас привод перекрытия воды или газа на ручку сейчас минутку загрузится вот как раз поворотник вот этот привод можно смонтировать на уже смонтированную систему у вас там будет красная ручка вот вы эту красную ручку сюда помещаете закрепляете хомутами вот и с другой стороны тоже там с другой стороны трубы тоже закрепляете хомутами вот и у вас получается привод будет поворачивать кран подачи воды в момент возникновения протечки воды вот единственное что вам нужно это питание 12 вольт подвести к вашим стоякам и тогда все будет работать да так ну в целом как бы шаровый экран да можно конечно переставить в целом я рассказал если у вас есть какие-то вопросы задавайте сейчас я вам вкратце расскажу об акциях на черную пятницу значит это 10% скидка на смарт-замки данного в 3 это кодовая плавиатура и универсальный модуль до налог это скидка на покупку бризеров тион 4s то есть вы у нас сможете купить где-то примерно за 45 тысяч вот это хорошая цена для бризера сейчас они стоят в обычных магазинах по 55 тысяч то есть это где-то около 10 тысяч скидка вот также вы можете у нас купить контроллер фибара home center 3 и получить в подарок два датчика движения или два реле от производителя фибара home kit есть в zway штатный также в zway есть штатное управление яндекс алисой google home mail марусей amazon алисой и что там еще нужно мы можем это интегрировать есть интеграция с home assistant вот home assistant вы сможете с сяоми связать там всякие сторонние системы добавить чтобы включить бридж вам нужно зайти в приложение home kit ой точнее в общем там есть раздел кнопка приложения на нее нажимаете там смотрите онлайн приложение там в поиске убейте слово home kit и оно там найдется можно использовать фибара и наш контроллер то есть вы можете наш контроллер добавить в сеть контроллера фибара как вторичный вот и в нашем контроллере вы сможете там добавить какие-то устройства в наш контроллер они будут появляться фибара и сможете в нашем контроллере отслеживать там диагностировать сеть за твоих будете видеть где там какая какое качество сигнала до того или нового устройства идет не не бритском кита он называется вот так же у нас есть скидка на на наш контроллер за твоими хаб точнее не скидка а если вы его покупаете то на любой датчик скидка 25 процентов идет то есть например вы можете взять контроллер передачи проречки фибара на датчик проречки фибара будет скидка 25 процентов вот эта акция действует до конца недели поэтому если у вас остались какие-то вопросы я вам всем прошу вы можете их задать сейчас либо можете написать мне после семинара можете позвонить пообщаемся обсудим ваш проект возможности сотрудничества поэтому я запись пока что отключаю и сейчас еще отвечу на ваши вопросы